Всем привет, с вами VR-студия и сегодня мы рассмотрим с вами такую вещь, как ТОП-10 БЕСПЛАТНЫХ ИГР ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НЕМНОГО МАГИИ Номер 10 Чаёчек, печенюшки и... ну чё, ребят, погнали! Окей, вот сейчас нормально будет, ладно? Десятое место я по праву отдаю игре Guns and Stories Preface. Это динамичный VR-вестерн-шутер. В бесплатной версии этой игры вас ждёт несколько локаций, огромная куча врагов, по которым нужно будет стрелять и, в принципе, ничего лишнего. У этой игры есть две версии. Первая — это демо-точённая, а вторая — это, ну знаете, полная версия, за которую нужно заплатить. Видра, ситон слегка затянутый. Ну а кресло справа — это кресло для тебя, мой любимый подписчик. В игре есть вот такие выбегающие людишки, и если у вас есть братик, которому шесть или семь лет, то он будет видеть это вот так. На протяжении всего путешествия вам в ух будет хрипеть какой-то весёленький старичок. Это довольно круто. Да, ребят, я понимаю. Солнце, жара и яйца. И свинца! Да нет, поменьше. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И жили они долго и счастливо. Ну, всё. История кончилась, пора спать. На девятом месте у нас расположился эксклюзив от Окулуса. Глаз. Первая — контактировать. Первое, что нужно сделать после запуска игры, это захлопнуть роботу крышку от дисковода. Показать, кто здесь хозяин. Отлично. Вы сделали всё правильно. Теперь вы здесь босс. Но для того, чтобы первый контакт состоялся, швырните в него бутылкой, а затем совершите внеземное приветствие в его адрес. Ну, а теперь-то робот понял, что он здесь важный гость. Наша главная цель в игре — развести робота на подарки. Для этого необходимо притвориться, что ваш IQ ниже хлебушка. Ну, вот видите, железяка почувствовала интеллектуальное превосходство и решила поконтактировать с нами. Эй, робот, смотри, как умею. А вот и наш первый подарок. Но что это? Это флоппи-диск? Блин, ладно, робот, я вставлю это в комп, но... Слушай, не учи меня. Убери свои грязные пальцы. Ладно, извини, дружище. Кажется, этот робот знает что-то о нас. Когда-то в своем детстве мы тоже носили флоппи-диски друг к другу и передавали вместе с рефератами вот такие вот забавные игры. Yeti Sports. Лайк, если помнишь. Ну, а теперь о самой игре честном. Игра представляет собой комнату, где вас будет сопровождать робот. Со всеми вещами можно взаимодействовать. Вот видите, робот дал вам пакетик с пальцами. Вставляем его в принтер и получаем прикольный глюк. И все это настолько круто реализовано, что погружение в игру происходит с первых минут. Тут вам и с бабочками поиграться, и на машинке покататься. Даже вот такое бывает. Тут какие-то и дамские штучки есть. Я не знаю, как в это играть. Симулятор Кима. Смотрите, запуск ракеты. Да здесь можно даже распечатать пистолет. Что вам еще надо? Застрелить робота? А может, поиграться с гравитацией? Пожалуйста. Главное не перепутать пакетики. Ну и в конце нас ждет сцена прощания. Вот даже немножко грустно становится. Прощай, железный блюдок. Ну а после железного робота с его прикольным вагончиком, у нас восьмое место, ребята, погнали. На восьмом месте у нас расположился Viva Project. Игру, к сожалению, не найти в стиме, но зато можно откопать у нас в описании к видео. Ну а теперь по самой игре. Игра напоминает собой томогочь, только на стероидах. Здесь вы создаете себе тян. Ухаживаете за ней, ходите по полям, собираете ягодки, фоткаетесь, играете в карты и много-много всего. Рекомендую вам посмотреть, чем можно позаниматься в этой игре. Дальше видео. Озвучивать я не стану. Просто посмотрите, как я провел два дня в этой ламповой игре. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а дальше у нас идет супергеройская семерка. Мам, я хочу поиграть в спайдер-мэна. Сынок, но у нас ведь спайдер-мен есть дома. В этой игре нам предстоит одеть костюм из спандекса, полюбоваться собой в зеркальце, немножко пострелять паутины из рук по разным предметам. Если вы найдете у себя битое стекло на крыше, знайте, что это не алкаши. Это спайдер-мен оттачивал свои скиллы. Помимо обычной стрельбы, у вас будут бомбочки в арсенале, а также паутина, с помощью которой можно будет подкидывать бочки в небо. Продолжение следует... Липущая дрянь... Сама по себе игра очень короткая, протяженностью где-то 15 минут, если не торопиться. И именно поэтому в седьмое место я включил сразу же и вторую часть этой игры. Обе версии находятся в магазине стима, и их можно совершенно бесплатно скачать на ваш компьютер и попробовать. В отличие от первой части, где мы стояли на крыше, здесь нам дадут полетать. Но для начала нам нужно влезть снова в этот спандексовый костюм. Так-так-так, с бумажкой на лбу или без? С бумажкой... Да, с бумажкой. В детстве мне говорили, что одеваться нужно сначала снизу. Вы тоже это услышали? Ну а теперь пока никто не видит, и тут есть зеркало, можно покривляться. Зацените, как я научился. Где ты занимаешься? Эмм, да я обзоры снимаю для ребят. Так вот, в этой части нам с вами придется полетать по городу, по Нью-Йорку. Правда, он низко полигонален и скудноват, но ощущение полета довольно кайфовое. Особенно первые секунд 30. Чтобы не было вот таких вот приколяндров, обязательно пройдите тренировку. Вначале игра любезно нам предоставит эту возможность. Помимо полета на паутине, здесь вам дадут возможность бегать по вертикальным поверхностям. Спустя несколько минут путешествия по городу, я встретил мужчину своей мечты. Не говори ни слова. Нашу дилию прервало вторжение робота, которого нам по сюжету необходимо убить. Запомнили? Вот так его. Как только миссия начнется, наша цель будет двигаться. Не упускайте его из виду. Этот робот будет в одежке, и ваша задача его раздеть с помощью паутины. И если вы сделали все правильно, он окажется голым и запутанным в вашей паутине. Ну а шестое место занимает игра «Fighting» с оттенками таких жанров, как уничтожитель всего живого и неживого в вашем доме. Распрощайтесь с телеком, который вы недавно купили, или с той классной картины, которая висит на стене. Вы будете крушить и ломать этих качков, попутно развивая все предметы интерьера в вашем доме. Ну если же, конечно, вы не оборудовали место для игры. Несмотря на то, что это демо-версия, здесь можно бросать предметы, бить по лицу, кидать, рубить, калечить врагов, отрывать им конечности и даже головы. Вы скажете, что Горн платная игра, но я вам говорю. Ну вот, ребята, закончилась первая половина про топ-10 бесплатных игр для виртуальной реальности. Завозим, ребят, лайки, фуру лайков мне, и выходит вторая часть. Не забудьте подписаться, ведь кнопку нажал, друганом для VR-студии стал. Понятно, ребят? До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok